Не смейся, дорогой дружок, ты чего это? Антон, если я вдруг задронула твои мужские какие-то струны, вот, ты прости меня. Подожди, подожди, я посмотрю вокруг, вроде нет никаких струн, ничего не задронул. Нет, где-то какая-то струна все-таки дергается. Но это тебе не дает права играть на струнах другого сибиряка. Куда туда съездила? Я же вопрос задал, это по ЖКХ? Ты просишь пояснить и тут же перебиваешь. Да, ты побежала к нотариусу, ты сначала изучи тему. Да никаких ударов, что ты опять какие-то удары? Так в том-то и дело, что ты борешься. Ты кого перебороть-то собралась? Одна всю систему, что ли? А ты не хочешь учиться, ты хочешь бороться. Ты хочешь, чтобы я за тебя решение принял? Вот как пояснять, если ты не хочешь слушать, а? В Ютубе патчмейстер, получается удостоверение личности, которое прокатывает везде. Вот это в двух словах. Управляешь волей изъявлений, через три дня приходишь. Все, ничего не знаю, давайте материалы и дело. Что значит не пропускают? У нас тоже все закрыто, однако меня пропускают. И канцелярия работает почему-то для меня. Это же ты, Антон. А ты чем хуже? Будь лучше меня, ё-моё. Когда же вы это? Неправда, посмотри на Игоря Сива-Железова. При чем тут он? Он, при чем тут я? Ты за собой следи. Все, правду говорю? Решай сама. Я показываю, как я делаю. Стук 20 лекций, каждая по часу. Вот 20 часов. Ты понимаешь, что это очень мощная тема? Ты путаешь темы оферты, вексельного права и патчмейстера. У меня нету там слова международный. Где, где там, чё, какой международный документ? А ты посмотрела видео, записала что-то тебе себе в блокнот. И при этом мне звонишь и упрекаешь меня, что у меня там есть какое-то международное слово. Нету там его. Да мне не нужны извинения, я это нормально понимаю. Все ошибаются, я в том числе. Ну как, не надо, если надо. Говорила то, что думаю. Правильно, так и надо. Здравствуй, Антон. Привет. Слушай, меня тут народ вообще атаковал. Просит твои контакты. Я могу под видео разместить твой номер телефона? А чё они хотят? Ну, пишут, что рядом с Балашихой хотели бы познакомиться. Многие тебя знают, говорят. О, я её знаю, типа, дай контакты. А сколько там людей-то этих? Много уже, пятый или шестой человек спрашивает. Ну, дай. Знаешь, дай, потому что, может быть, появятся люди, с которыми, ну, как-то можно будет это, в тот же банк сходить. А то я собралась тут копейками по постановлению о возбуждении исполнительного производства пойти заплатить. А некому. Вот есть один человек, но она очень далеко в Москве. Это под видео размещу телефон? Ну, размести. Ну, слушай, Антон, я что хотела тебя спросить? Я вчера поехала, значит, написала заявление, чтобы мне в трёхдневный срок предоставили. Они меня не пустили туда, значит, я им сказала, что у них прав нет, и вообще... Да подожди, не тараторь, куда туда съездила? Да я деньги твои думаю, что сэкономить, а? Куда туда съездила? В суд, в суд. Я съездила в суд, чтобы мне показали дело, потому что по моему делу там была представлена вся доказательная база. Я же, извините меня, документалист, бумажка, это бумажка, которая что-то доказывать должна. Вот. И, как бы сказать, а когда был суд, я же понимаю, что там было на суде. Алло. Алло. Я же вопрос задал, это по ЖКХ? Конечно, это всё ЖКХ, Антон. Они меня не пустили туда. Сказали, вот, кое-как дозвонилась до секретарши, они записали меня только на пятое число, чтобы я посмотрела всё. Вот. А решение они, оказывается, по делу приняли ещё во вторник, 19-го вот, в крещении. Вот я у тебя и хотела, когда я тебе задала вопросы, вот там, под этой... когда посылала свой материал, я хотела у тебя спросить, может быть, у тебя что-то есть, типа, оферты или ещё, или хотя бы, знаешь, что, сфотографирую, как ты там отказываешься от этого на почте. Я не совсем поняла вот это, но я поняла, что там, допустим, всё, что без оборота на меня, всё, что без ущерба, я это всё знаю. Подожди, как, на почте я отказывался, у меня прям видео есть. Есть у тебя видео. Да. То есть там посмотреть, вот, всё вот это вот, ничего не надо дополнять. Мне только непонятно, знаешь что, что ты назад что-то отсылал? Да. Ну, посмотри. А международный вот этот, сейчас, подожди, Антон, международный почтальон, это что это? Это патчмейстер. Патчмейстер, то есть он сейчас есть, а как я его не должна попросить это? Ну, короче, это долгая тема, объяснять очень долго. Ты забей в этом, в ютубе, патчмейстер, почтальонейстер. Поняла, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, так смотри, значит. Там лекции на 10-20 часов, я тебе что, в два слова, что ли, расскажу? Ну, слушай, коротко, конечно, всегда можно сказать. Ну, коротко люди через почту регистрируют. Это, что они живые. Это то, что они живые. Пойдем, идем до фунишей. Ты просишь пояснить и тут же перебиваешь. Хорошо, извини. Ну, не серчай, что-то серчай. Не серчай. Еще раз, коротко в двух словах. Люди через почту регистрируют это, свои сообщения, и на основании выданного номера регистрации почтового отправления, печатают свои документы, регистрируют их у нотариуса, и получается удостоверение личности, которое прокатывает везде. Вот это в двух словах. Ага. Господи. Ну, конечно, это не понять. Сразу. Почему? То есть к нотариусу надо сходить. Ой. То есть надо сходить сначала к нотариусу. Потому что... А вот скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Куда ты побежала к нотариусу? Ты сначала изучи тему. Посмотри, что это такое. И нужно... Я и так и сделаю. Я так и сделаю. Антон, поверь. Изучить. Ну, это долго. Я просто думала, что у них же через пять дней, как бы, ты знакомишься с решением. Если я не пойду через пять дней знакомиться с решением, ну, и ознакомиться заодно с делом, только пятого. У меня, получается, я сроки просрочила. Вот. Это получается, что они передадут материал в подразделении судебных приставов. Вот. Вот это меня, как бы, смущает немножко. Я думала, что ты мне в этом отношении как-то можешь направить меня, чтобы это было не так долго, не так непонятно. Ну, не знаю. Я же еще этот этап не проходил. В любом случае, звони секретарю, пиши эти вылезения на ознакомление с материалами дела, а там что, в зависимости... Я уже написал это, Антон. Написал, они меня записали только на пятое число. И только я как... Ну и пятое число, отправляешь в волеизъявления, через три дня приходишь, все, ничего не знаю, давайте материалы дела. Ну, они не пропускают, Антон, понимаешь? Что значит не пропускают? Ну, то, что подразделение судебных приставов, я им сказала, давайте мне доверенность на общение с третьими улицами, вы не это, никто здесь. Они меня все равно не пропустили. Смотрят на меня, молчат и все. А баба-то, которая там была-то, такая громогласная. Подожди, при чем тут судебные приставы? Я тебе говорю, в суд пиши. Да это понятно, что в суд. Но суд только по почте все принимает. Так и сказали. Ну, а в чем проблема? Отправляй по почте. В электронную. Ну что ж, у меня нет. Я госуслуги все свои взяла, все ликвидировала. Ты видео мои смотрела, у нас тоже все закрыто, однако меня пропускает и канцелярия работает почему-то для меня. Да? Конечно. Ну, это же ты, Антон. А ты чем хуже? Я не хуже, Антон, но я не ты, потому что у меня опыта поменьше, чем у тебя. Будь лучше меня, ё-моё. Когда же вы это? Ну, Антон, я же женщина. Мне 60, Антон. Ты как раз, Антон? Ты что? Мне 41 скоро будет. И что? Какая разница? Ну, ты еще молодой мужчина. Ну, давай позвони старику, он тебе то же самое скажет и обнесемся. Да старик этим не занимается, в том-то и дело. Они уже у них, как тебе сказать, нет вот этого огня и энтузиазма. Неправда? Посмотри на Игоря Севы-Железова. Ну, Игорь Севы... Чего ты мне катаешь? Он хороший мужик, я ничего не могу. Мужик, ты-то младше его. Дело не в этом, Антон. Вот ты знаешь, я ничего не говорю. Игорь тоже молодец. Молодец он. Ничего не могу сказать. Он просвещает людей, много чего говорит. Причем тут он, причем тут я? Ты за собой следи. Ой, господи, Антон. Чего, правду говорю? Правду говоришь? Правду. Понимаешь, иногда важна скорость действия. Понимаешь? И ответный удар. Вот это я имею в виду. Да никаких ударов. Чего ты опять какие-то удары? Я имею в виду, я имею в виду. Мне важно, чтобы они не передали пока дело в подразделении судебных приставов. Вот и все. Я имею в виду, что я хотела познакомиться. И вот знаешь, что я тебе еще хочу сказать? Мне вот скажи, пожалуйста. Мне говорят, что типа вот подавать на пересмотр дела, это бесполезная трата времени. Вот тут позвонили несколько мне общинников. И вот подавали, и ничего не получается. Все. Ну, как бы жалобы-то эти вот я уже одну написала, чтобы ее уволили. Куда ты написала? В суд написала. Туда? Я в ККС, я в ККС, ККС РФ и Совет Судей. Я все это как бы продублирую, но допишу там другое. Вот и все. Дело не в этом. Я просто, я понимаю. Они же не раз работают жалобы. Я ведь писала-то уже не раз. Ты что думаешь, я не борюсь, что ли? Я борюсь. Только борьба это получается, знаешь как, как с ветряными мельницами. Вот и все. Так в том-то и дело, что ты борешься. Ты кого перебороть-то собралась? Одна всю систему, что ли? Нет, я не собираюсь всю систему. Я борюсь. Он подъезду предлагала, они прятаться от меня начали. Ну, что поделаешься? Ну, давно, правда. Год назад, что ли, я с девчонками разговаривала. Говорю, давайте девчонки. Ой, стой. Ты меня не слышишь. Я тебе говорю, не надо бороться, надо учиться. Ну, надо. А ты не хочешь учиться, ты хочешь бороться. Ну, что я тебе могу сказать, Антон? Я поэтому, как тебе сказать, я поэтому, когда я позвонила тебе, вот, я понимала то, что ты прошел какую-то стадию, вот это вот, как ты говоришь, учебы. Ну, и поможешь мне, поможешь тем, что у тебя есть, понимаешь, советами. Я понимаю, что это все, ну, вот я думала про патчмейстер. Если они мне пришлют по почте, то есть мне, что же мне делать-то? Решай сама. Я показываю, как я делаю. Ты показываешь. Видео видела этот, обычай платить за ЖКУ? Да. Ну, там же я показываю, как я реагирую. Я это, я его даже под запись сделала. У меня целый блокнотик есть. Официально сидела, медленно тебя смотрела и все это записывала. Просто посмотрю еще раз. У меня печати такой нет, но это можно написать же, правда? Конечно. Вот, поэтому, ну да, я это все под запись сделала себе. Я раньше. Ну, мне знаешь еще, Антон, слушай, вот как у них попросить вот эту телеграмму или как там отправку на международный патчмейстер? Как правильно сказать им? Они же делают вид, что ничего не понимают. Кто они? Почта. Так я тебе еще раз говорю. Ты разберись сначала в теме. Ты посмотри. У Дмитрия Мельцера есть штук 20 лекций, каждая по часу. Вот 20 часов. Ты понимаешь, что это очень мощная тема? Ну, я понимаю. У девчонок своих спрашивала. Они как-то оживлялись через эту. Я даже себе, знаешь, посылала телеграмму поздравительную. Но они мне, представь себе, ее даже не заверили. Часть почты не поставили. Вот, берите на листочки. Я говорю, а это что? Куда этот листочек? Не заверяют. У нас очень такая, знаешь, крутая система. А последний раз вот я к ним сходила, говорю, вы здесь принимаете платежи в тысячу раз больше, нарушаете стандарты оплаты 56.042.822. Там и постановление еще одно есть. И они все уволились и вообще ушли оттуда. Остановись. С почты. Остановись. У меня времени мало. Я тебе позвонил по вопросу о размещении телефона. Все. Ты мне уже начинаешь всю свою жизнь рассказывать. Да я не жизнь рассказываю. Я тебе рассказываю свой опыт, чтобы ты мне подсказал. Ну, ты же, как тебе сказать? Я тебе и подсказываю. У тебя задача такая, Антон? Нет, так и скажи. Вот и все. Какую задачу? Сердишься на меня. Какой задача? Ну, ты, я поняла тебя. Я же тоже ведь не совсем, извини, в возрасте. Мне 60 лет. У меня вполне здравый смысл. И все, что я делаю, я делаю всегда осмысленно. А когда это получается неосмысленно, я для этого тебе и позвонила. Чтобы понимать и до конца понять вот эту осмысленность. Понимаешь? А ты уходишь постоянно. Куда? Знаешь, что? Да, ты хитрец. Ну, не надо так, Антон, со мной. Да ты что? Я тебя... Не-не, ты не смейся, дорогой дружок. Ты чего это? Я тебе говорю чистую правду. Когда я задаю тебе вопрос тот, что меня интересует, ты ловко уходишь от ответа. Я тоже так умею разговаривать. Но я так с тобой не разговариваю. Заметь. В том-то и дело, что ты не задаешь вопрос, а ты начинаешь рассказывать, как ты делала и хочешь, чтобы я... Так вот для этого я и задаю тебе, рассказываю, чтобы ты понял. И направил. А ты меня начинаешь там... Я понимаю, методы я понимаю твои. Я видела эти методы, когда даже тебе позвонила. Но я видела и то, что ты размещаешь. Видела. Вот. Я тебя, кстати, не упрекаю ни в чем. Это твоя, как говорят, воля. Не, подожди. Не действует, как тебе надо. Да? Ты хочешь, чтобы я за тебя решение принял? Нет. Я хочу, чтобы ты мне четко меня направил. И сказал, ты возьми, вот так скажи на почте, пусть они тебе дадут то-то и сделаешь так, как у меня там в ролике. И все. Понимаешь? Я тебе задала вопрос, ты все равно пройти 20 лекций. Ну да, сейчас я буду 20 дней изучать лекции. Я изучу их, ты не сомневайся. Но дело не в этом. Ну ты хочешь, чтобы я как этот, как ответы на вопросы в конце учебника... А почему нет? Вот мне будут люди звонить. Ты что думаешь? Я им не буду говорить? Нет, я так не буду делать, как ты. Я сделаю по-другому. Я им скажу, сходите туда-то, возьмите то-то, сделайте вот так-то и сделайте вот это, вот это, вот это. Для того, чтобы был итог. Понимаешь? Итог важен. А я для чего видео снимаю? Я же там это все и показываю. Ну ты видео снимаешь, ты видео снимаешь. А я-то не видео. Я... Я... Я не видео. Я человек живой. Я тебе живой человек, когда позвонила, обратилась, Антон, за помощью. А я тебе что, не помогаю, что ли? Антон, я тебе задала прямой вопрос. Ты мне на него не... Подожди, еще раз вопрос задай. Я тебе засказала. Что мне нужно? Пойти сходить на почту. Что нужно сказать, чтобы они мне дали вот этот международный патчмейстер? Как сказать? Мне некогда сейчас изучать эти 20 лекций. А-а-а. Ага. Тогда смотри ответ. Прямой ответ. Я не знаю, потому что я эту тему досконально не изучал. Я примерно знаю, что там это делается. Ну так ты мне и скажи примерно, Антон. Тебя... Ты Назарыч, да? Чего? Ты по отчеству кто? Никто. Нет отчества. Ну ладно. Ты извини, конечно, за прямоту, Антон. Нормально. Извини. Я тебе ни в коем случае не хотела ни задеть, ни обидеть, ни оскорбить. Ну просто извини. Наверное, характер такой проявляется. Из-за того, что, знаешь, я тебе хочу сказать, когда я на суд сходила, я поняла, какая все-таки человеческая вот это вот... Я даже не могу сказать. Вот я почему тебе говорю, что я вышла... Да я не опустошена. Я была поражена, как люди, как у нас судят. Я такого чуда сроду не видела. Вот. О том, что доказательная база есть, но мы ее не принимаем, а решаем, что вы должны. Вот это же так судили, так меня. Поэтому, знаешь, вот поэтому я тебе и позвонила. Не от отчаяния ни в коем случае. Дело не в этом. А отчаяние-то есть? Отчаяние? Нет, Антон. У меня нет отчаяния. То, что я тебе сейчас высказала, это не отчаяние. И даже не недовольство, и даже ничего. Это крик о помощи. Человека человеку. Ты знаешь, я тоже умею ораторство. Дело не в этом совсем. И сказать могу. Давай ближе к делу. Давай. Я ответил на твой вопрос? Нет. Задавай поясняющий вопрос. Вот сейчас мне придет вот это вот извещение о том, что получено письмо с суда. И, походу, оно придет с решением. Вот я его должна. То, что я там должна на решении сделать, я это поняла. Меня интересует вот эта бумажка, международный патчмейстер. Что нужно им сказать, чтобы они мне ее дали, чтобы я им назад это послала? Ты путаешь темы, это, как сказать, темы аферты, темы индосамента, вексельного права и темы... Я знаю, что такое индосамент и вексельное право. Да слушай. Вот как пояснять, если ты не хочешь слушать, а? Все, извини, больше ты не мыркну даже. Ты путаешь темы аферты, вексельного права и патчмейстера? Нет. Вексельное право, я знаю, что такое. Это с индосаментом не связано. Это без оборота на меня. Когда это пишется, это я прочитала после того, как услышала это слово у тебя. Тут же. Ну так поясни мне, что такое патчмейстер? Патчмейстер? Не знаю. Ну вот. А задаешь вопрос про патчмейстер. А что мне им нужно сделать, чтобы они мне выдали патчмейстер? Чтобы они мне выдали бланк. Бланк. Какой бланк? Бланк. А у тебя на бланке что там написано? Международный? Кто там? У меня? Да, когда ты съемки сделал и снимал ролик, вот этот, у тебя была, значит, не похожая, как я обычно, отсылаю, допустим, документы, заполняю. Там было написано международный, вот не помню точно, вот. И ты вот именно там заполнял все и отправлял назад вот это решение. Вот это я тебя спрашиваю, Антон. Так вот, пересмотри видео, у меня нету там слова международный. А у него было написано на бланке, Антон. А, подожди, в этой, в печати в зеленой есть, не желая заключать международный разговор. Но это к патчмейстеру не имеет отношения. Нет, на бланке было написано, когда ты снимал, вот прямо на самом бланке, который заполнял, ты зачеркивал там и писал без оборота, ставил там эти самые. Что ты не получал, что ты не подписывался, ты говорила, показано там все. Какими цветами ты. Так вот там я тему патчмейстера вообще не использовал. Ну, у тебя там был бланк другой. Я тебе про бланк спрашиваю. Там стандартные бланки. Какое? Уведомление, извещение. Какой бланк? Ну, просто я не могу сейчас включить этот. Там стандартные бланки были. Уведомление, извещение и сам конверт. Где там что? Какой международный документ? Там было международное слово сверху написано. Не было? Не было. Травма. Я пересмотрю еще раз. И тебе перезвоню. Пересмотри. А? Пересмотри. Ну, ладно. Если ты говоришь... Значит, я получаю письмо. Вот это вот извещение о том, что получено на почту заказное письмо. Заполняю, как ты его заполнил. И что? Назад отправлять вот этот конверт? Его не вскрывая. Так я поняла? Ну, если хочешь сделать, как я, то да. Не вскрывая. И отправить опять заказным письмом с уведомлением. Да, заказным. Ценное письмо с описью с заказным уведомлением. Угу. Выписью с уведомлением. Вот я и сделаю это. Я хочу сделать просто как ты сделал. Может, это поможет мне. Я понимаю, что они мне опять прислали аферту. Если я ее... Валентин, Валентин, так вот ты пересмотри видео. Я видео специально для этого снимаю, чтобы по сто раз по телефону не пояснять. Ладно. А ты посмотрела видео, записала что-то тебе себе в блокнот. И при этом не звонишь и упрекаешь меня, что у меня там есть какое-то международное слово. Нету там его. Ну, вот я тебе смс-ку-то потом пошлю. Или по электронке пошлю. Что если нет, Антон? Вот я просто не стану сейчас говорить, потому что перед собой не вижу. Я извинюсь перед тобой всенародно. Даже позволишь и скажу извини, Антон. Я ошиблась. Да мне не нужны извинения. Я это нормально понимаю. Все ошибаются. Я в том числе. Извиняться не надо. Тут нет твоей вины. У всех бывает. Вопрос в другом. Что прежде чем предъявлять претензии, нужно выяснить все обстоятельства. Я тебе точно... Я это знаю про обстоятельства. Подожди, я тебе точно говорю, что у меня вот в этом видео, когда я вот это получал, отправлял обратно, у меня там точно нету слова «международное» ни на одном документе. Слово «международное» присутствует только внутри зеленого штемпеля. Там написано буквально, у меня нет с вами международного договора. Да-да, я знаю, я помню. А никаких там внешних, внутренних, патчмейстерских документов не было. Там только извещение, уведомления и сам конверт. Все. Сам конверт. Сам конверт также перечеркивать все это надо, да? Ну, в видео все есть. В видео все есть. Антон, если я вдруг задронула твои мужские какие-то струны, вот, ты прости меня. Подожди, подожди, я посмотрю вокруг. Да вроде нет никаких струн, ничего не задронула. Ну, ладно. Ладно. Я разрешаю, пусть звонят. Если что, я им это... Все, что пусть они там у тебя скачивают под роликом, я отправлять больше, наверное, никому не буду, потому что я сидела, отправляла и тебе далеко. Потому что там вся доказательная база, в том числе и документы. Ну, я уже разместил под роликом вот этот твой документ. Вот, правильно. Пусть пользуются. Мне не жалко ничего. Тем более я пользовалась. Я пользовалась многими источниками. Это не сама я там законы придумывала. Люди... У каждого помаленьку собирала просто, искала. Ну, еще и проверяла, потому что изменений много вошло. Вот, они 23 декабря 2020 года. Они внесли под Новый год очень много изменений. Ну, и пришлось там кое-что править. Я вот сейчас готовлю... То есть, у меня же тоже эта тема ЖКХ. У меня там очень много заготовок. Вот там получился документ на 35 страниц. Но я так понял. Подожди. Подожди. Все, все, все. Ладно, прости. Нет, где-то какая-то струна все-таки дергается. Я поняла. Ой, господи. Прям... Ну, ты понимаешь, я горячая сибирячка. Это тебе не дает право играть на струнах другого сибиряка. Ну, ладно. Он по молодости пусть просит уже тетку. Ну-ка, подожди. Ой, слышно? Да. Шуманин звонит. Владимир с Камчатки. Его отпустили из психушки. Поэтому давай это... Я что хотел сказать? По теме ЖКХ тоже свой пакет документов готовлю. Тоже для всех размещу. Значит, разговор давай заканчиваем. Потому что мне надо с Владимиром поговорить. И я у тебя прошу разрешения разместить данный разговор в интернете. Даешь добро? Слушай, ну, там меня уже и так мне звонят. Может, не надо его, Антон? Ну, как не надо, если надо? Ну, мы тут с тобой, я тебя упрекала. Ну, и хорошо. Говорила то, что думаю. Правильно, так и надо. И я, конечно, думал. Просто я, знаешь, чего не хочу? Чтобы дошло до моего... До моей второй половины. Потому что он будет сердиться. По поводу? По поводу того, что... Ты играешь в ничем в струнах? Нет, Антон. Я человек очень консервативный. Он знает про это. То, что я смеюсь, разговариваю другой раз с шутками. Это вообще ни о чем не говорит. Понимаешь? Не, ну, я не настаиваю решать тебе. Да, нет. Если тебе это сильно надо, пожалуйста. Так это не только мне надо, это всем надо. Ну, я имею в виду, у нас ничего такого существенного не было в разговоре. Ну, почему? Было, было. Ты думаешь, было? Ну, ладно. Это... Размещай. Добро, добро. Ладно. Так, ну, это... Посмотри видео, будут вопросы, звони. Хорошо, Антон. Спасибо тебе. Давай. На добром свой. И что тебе надо пожелать? Я тебе пожелаю, как молодому мужчине, вершений. Вот. И спасибо тебе, что ты людям помогаешь. Благодарствую. До свидания. Давай, счастливо. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok